Продолжение следует... Я стараюсь сразу их просматривать и сразу отвечать на вопросы, чтобы у нас с вами получился полноценный диалог. Ну а сегодняшняя тема – это оформление ссылок в презентации. И сразу скажу, почему именно на эту тему мы с Павлом Юрьевичем при обсуждении трека обратили внимание. Само по себе вопрос оформления ссылок в презентации – это не что-то такое сверхъестественно сложное. Вроде бы все довольно просто. Мы копируем адрес из адресной строки браузера и вставляем его в презентацию. Это с одной стороны. С другой стороны, когда в нашей презентации довольно много ссылок, или когда мы работаем с залом, который потом не получает нашу презентацию, мы должны продумать, как самым быстрым и удобным способом доставить для них информацию. И в сегодняшнем вебинаре я постаралась собрать максимум способов, максимум вариантов того, как можно оформить ссылку. Обычно ссылка в презентации выглядит вот таким вот образом. То есть это как раз копия из адресной строки. Здесь у нас есть протокол, то есть HTTPS, более безопасный вариант, имя сайта, доменная зона, где он расположен. И дальше вот после вот этой косой черты идет столько блоков, сколько нужно для того, чтобы найти материал на сайте. Сразу скажу, что некоторые авторы презентации размещают ссылку только на сам сайт, а не на материал. И пользователь, который по ней приходит, вынужден искать вот эту вот ссылку, вынужден на сайте искать материал, который спикер хотел показать. Поэтому, пожалуйста, старайтесь копировать именно правильную полную ссылку, вне зависимости от того, насколько длинной она получается. Как мы можем охарактеризовать вот эту вот ссылку, которую вы сейчас видите на экране? Это ссылка внешняя, открытая и полная. И в таком формате мы ссылки используем вот в принципе в трех основных случаях. То есть такие полные внешние и открытые ссылки используются довольно редко. В том случае, если этого требует правило оформления. То есть вам нужен, например, список литературы, список источников. Если ссылка ведет на главную страницу сайта, а его адрес довольно легко набрать. То есть нет прозначтений в буквах «С», в буквах «В», «В» и так далее. То есть ссылка легко называется на слух. Особенно просто это если адрес написан кириллицей в заменной зоне «РФ». И третий случай, когда мы ставим вот такие вот полные открытые ссылки, если акцент идет на сайт, а не на его контент. Я покажу один из примеров, когда это будет уместно. И для того, чтобы мы с вами опять же понимали друг друга, понимали, о чем мы говорим, я покажу сейчас, как можно классифицировать все ссылки. Первый способ – это мы разделим их на внешние и на внутренние. Внешние ссылки выводят за пределы презентации. Это может быть сайт, это может быть ссылка на файл, ссылка на скачиваемый комплект информации, на запуск другой презентации или макросов. Это внешние ссылки, которые в любом случае потребуют открытия на компьютере каких-то новых окон. Внутренние ссылки ведут внутрь презентации. Мы их часто используем для навигации или для создания интерактивных викторин или тестов. Сейчас перед вами на экране две ссылки. Первая вот выглядит привычным образом, она внешне уводит на сайт. Вторая ссылка – это внутренняя. По правилам Powerpoint она ссылается на какое-то место в данном документе, то есть на место в этой презентации. И хоть Powerpoint не показывает нам, в каком виде он зашивает ссылки, но мы знаем, что он ставит ссылки на первый слайд, последний слайд, предыдущий, следующий и на слайды по номерам. То есть здесь довольно ограничено число вариантов и запутаться в них довольно сложно. Второй способ классификации ссылок – это ссылки открытые и скрытые. Что я имею в виду? Открытые ссылки – это как раз, опять же, вот так вот скопированный адрес, и мы видим название сайта, название того материала, на который собираемся сделать переход. Скрытые ссылки зашиваются. Они могут быть вшиты в текст, в картинку, то есть мы не видим адреса назначения, мы не понимаем, куда именно мы перейдем. Тоже перед вами пример. Первая ссылка открытая, вы понимаете, на каком сайте и в каком месте сайта вы окажетесь. Вторая ссылка зашита в текст. При нажатии вы переместитесь тоже на сайт Директ Академии на треке, но пока вы не нажмете, вы этого не узнаете. Или пока вы не посмотрите подсказку, куда именно ведет эта ссылка. Третий способ классификации – это ссылки полные и ссылки краткие. Здесь тоже все довольно просто. Полные ссылки будут содержать все вот эти вот обязательные блоки. Они могут быть довольно длинными. Краткие ссылки тем или иным способом сокращены и занимают довольно мало места. Вот тоже перед вами вариант. В первом случае это ссылка на материал. Я даже немножко подсократила, потому что она у меня не влазила во всю ширину слайда. Потому что очень многие сайты, особенно созданные на WordPress, берут название статьи и зашивают его в название URL-адреса. Если статья называется «СММ музеев без пыли и с коллабами», то значит все вот эти вот слова будут помещены в название ссылки. И ссылки могут оказаться очень и очень длинными. Еще хуже ситуация, если ссылки будут на кириллице. В этом случае вы видели со знаками процентов, с цифрами 20 и так далее, очень объемные ссылки. Таким образом сайты переводят кириллицу в латинские символы, специальные символы. И ссылки могут занимать вот так вот весь экран мелким-мелким шрифтом. Вторая ссылка сокращенная. Она ведет на тот же самый материал, но, как видите, с ней проще работать. Она короче выглядит, аккуратнее, и ее проще набрать на телефоне или на компьютере. Да, есть онлайн-сервисы по сокращению ссылочек, про них я тоже расскажу. Итак, сначала мы с вами поговорим про внешние ссылки. Это основной материал, а в конце я уже упомяну внутренние ссылки, потому что ими мы, как правило, пользуемся реже. Итак, внешняя ссылка – это ссылка, которая ведет на сторонний сайт, на сторонний файл и на стороннюю программу. И основная проблема у нас возникает в том случае, если свою презентацию мы показываем на экране, а не раздаем потом на флешках. То есть человек видит презентацию только на экране, не получает ее физически. И здесь перед нами сразу возникает несколько проблем. Во-первых, в презентации на экране не видны скрытые ссылки. Их нужно всегда писать прямым текстом полностью, для того, чтобы человек мог перейти. Он не поймет, что на вот этой вот картинке зашита ссылка. Он не поймет, какой адрес скрыт за вот этим вот выделенным и подчеркнутым текстом. Но полные ссылки набирать тяжело. Поэтому для презентации на экране мы должны использовать тот или иной способ сократить ссылку. Итак, когда мы показываем презентацию на экране, мы должны однозначно показать, что это ссылка. И во-вторых, сделать так, чтобы ее можно было легко набрать. Так выглядят ссылки через сервис сокращения. Как видите, короткий адрес сайта, в этом случае, bit.ly. И затем какой-то буквенно-цифровой код, который однозначно приводит на вашу ссылку. Такой способ позволяет однозначно показать сервису, на какую именно страницу вас нужно перекинуть. Но набирать вот эти вот символы и буквы довольно сложно, особенно если аудитория делает это на телефоне. К счастью, большинство сервисов позволяют самому задать адрес этой ссылки сокращения. Тоже пример из реальной презентации. Несмотря на то, что ссылка стала очень длинной, из-за осмысленности ее набирать довольно просто. То есть мы можем прочитать прямо фразу «Эксель в летней школе 2019» и ее проще набрать. Кстати, обратите внимание, что в сервисе сокращателя ссылок имеет значение заглавные буквы и строчные буквы. И тоже нужно учитывать, насколько удобно людям будет переключаться заглавные буквы на прописные. И ниже автопрезентации привел второй формат ссылки, кликабельный, для тех, у кого уже эта презентация в конце концов окажется. Но вот во время практикума с экрана проще набрать выделенную черным и красным цветом ссылку. Какие сокращатели ссылок мы можем использовать? Вообще выбор у нас довольно большой, но большинство вот этих вот сокращателей периодически попадают под блокировки Роскомнадзора. И мы не всегда можем гарантировать, что ссылка, которая открывалась у вас в субботу, будет открываться у кого-то на компьютере или у кого-то набранная вручную из клавиатуры, будет открываться через неделю. Здесь нужно проверять перед самой презентацией, всегда внимательно проходить по ссылкам, потому что сервисы могут попасть под сокращение. Как правило, используют сервис Bit.ly или сокращают через специальный сервис ВКонтакте. ВКонтакте как раз реже попадают под блокировки, и ссылки в принципе в 80-85% срабатывают без особых проблем. Но если в Bit.ly можно задать свой адрес, ссылки прописать, то ВКонтакте немножко другим способом удобно задавать ссылку. Да, Кликер это тоже сервис, который можно использовать для сокращения, но опять же проверять перед, собственно, выступлением, попал он в этот раз под Роскомнадзор или не попал. То есть как будет ситуация. В крайнем случае, если какая-то ссылка не срабатывает, поменять сервис и сделать другую череду ссылок довольно просто. Вы говорили про другой вариант сокращения ссылок, про QR-коды. И как раз QR-коды это тот способ, который не попадает под блокировки, потому что в этой картинке зашита полноценная ссылка, которая сразу перекинет на сайт. С QR-кодами долгое время была такая ситуация, что требовалось специальное приложение на телефоне, которое еще срабатывало не у всех, а у кого-то были старые смартфоны, которые плохо читали вот эти вот зашитые ссылки. И это было проблемно. С появлением мобильного приложения ВКонтакте, которое, я думаю, у большинства из нас стоит на телефоне, эта проблема решилась, потому что встроенная камера этого приложения позволяет легко считывать любые QR-коды. Вот такие традиционные, декоративные, даже легко справляются с цветными кодами, когда для вас принципиально покрасить QR в цвет бренда, в основной цвет презентации. ВКонтакте создает QR-коды вот в таком виде, помещая посередине свой логотип, и, в принципе, такой код легко считывается. Посередине можно поместить не логотип ВКонтакте, а вы можете поместить свой логотип, свою фотографию, если это ссылка на ваши контактные данные. Но для этого вам нужен либо какой-то графический редактор, либо другой отличный сервис, в котором вы можете собрать. Сервисов тоже довольно много, по запросу в Google вы легко найдете. Я пользуюсь, например, сервисом QR-генератор, он скромный, у него достаточно простые настройки, но он не заставляет меня лишний раз думать, хочу ли я сделать что-то красивое, или давайте на этот раз обойдемся простым кодом. Так, и сервисы, которые, среди сервисов, которые позволяют делать QR-коды, находятся тот же сокращательственных ВКонтакте. Каждый загруженный в него ссылки, он автоматически присваивает QR-код, который затем можно скачать или скопировать в качестве картинки. И, что мне нравится особенно, ВКонтакте считает статистику, число переходов по этой ссылке. Вот так выглядит созданный QR-код на сайте Директ Академии, на треке. Во-первых, малое число символов, 7 символов, чтобы можно ввести. Во-вторых, QR-код, который можно скачать в PNG-формате и поместить в презентацию. И, в третью очередь, в каждой ссылке, вот здесь, вот потом, вы увидите статистику, которую можно открыть и посмотреть в расширенном варианте. Сколько человек перешло по ссылке во время вашего выступления, сколько человек, например, на следующий день после того, как вы показали свою презентацию. Именно этим мне этот сервис кажется удобным. И, конечно, любой QR-код можно сделать из настроек группы ВКонтакте. Вы открываете группу, которую управляете, переходите в ее основные настройки. И вот здесь, в первом же разделе, в первом же разделе настройок, в основной информации, у вас есть возможность создать наклейки для сообщества. Что ВКонтакте подразумевает под наклейками для сообщества? Это тот же самый QR-код, только расположенный в немножко другом дизайне, так что снизу еще будет показано имя вашей группы. То есть то, что мы пишем vk.com, потом касая черта и, например, директ-ападемия или, например, презентации онлайн. Плюс еще три варианта, которые вы видите справа. Это дополнительные способы показать симпатичную ссылку на вашу группу. Их придется уже набирать, конечно, вручную. Зато они хорошо ставятся на сайт и на них можно уже вешать переход на группу ВКонтакте. Вы знаете, что подобный функционал есть и у Инстаграма, подобный функционал есть и у Фейсбука, и вы тоже можете использовать их. Естественно, все социальные сети считают статистику переходов. Но, например, тоже ВКонтакте он даст только на вас, только на ваш профиль ссылку, и нельзя будет зашить любую стороннюю, любую внешнюю, чтобы потом посчитать количество переходов. QR-коды могут быть не просто черно-белыми, их можно превращать в произведения искусства. Самое главное, чтобы был большой контакт между основными элементами кода, чтобы однозначно считывались вот эти вот три квадрата, расположенные по углам. А там вы можете добавлять тот дизайн, который вам нужен. Как я уже говорила, чаще всего в центр QR-кода помещают фотографию спикера, помещают логотип конференции или логотип учебного заведения. Но при наличии желания и фантазии можно создать полноценное такое маленькое произведение искусства. Кстати, та же самая ситуация была и со штрих-кодами. Помните, когда только ввели штрих-коды, тоже шла речь о том, что можно не просто полоски, а дорисовывать эти штрих-коды до мини-иллюстрации. Но, конечно, в QR-код можно зашить намного больше информации. Например, показать не просто ссылку на внешний сайт, а дать прямую ссылку на загрузку. То есть человек, наведя камеру и сфотографировав QR-код, получит не ссылку с кнопкой «Скачать презентацию», а сразу автоматически начнется закачка презентации на его устройство. Это тоже, в принципе, довольно удобно. Чем меньше шагов придется совершить нашему пользователю, тем проще он получит информацию и тем охотнее он ее изучит сам по себе. Теперь подумаем о том, что происходит, если наша презентация идет не на экране, а презентация идет в компьютере. То есть человек скачивает презентацию или забирает ее у спикера после выступления и может уже работать с ней самостоятельно. В этом случае, конечно, нет смысла делать практики ссылки, потому что на компьютере можно мышкой навести, кликнуть и сразу перейти туда, куда нужно. Но скрытые ссылки экономят место. Если мы зашиваем ссылку в текст, например, нажмите сюда, чтобы получить информацию, или зашиваем ссылку в какую-то картинку, мы получаем значительную экономию пространства на слайде. Как я вам уже показала, ссылки могут быть очень длинными и нехорошо смотреться в общей композиции. Но для того, чтобы скрытые, вот так зашитые куда-то ссылки работали, мы должны на них указать однозначно, чтобы любому пользователю было сразу понятно, что он получит адрес, получит переход на веб-страницу при нажатии именно на этот элемент. Я думаю, нет необходимости подробно останавливаться на том, как зашить ссылку в текст. Мы просто выделяем нужное нам слово, словосочетание, предложение, и в меню «Вставка» выбираем ссылку. У нас появляется окно, куда мы в поле «Адрес» просто вводим нужный нам URL. После этого ссылка сразу становится активной. Если нужно поменять, вы снова нажимаете на слово право кнопкой мышки «Изменить ссылку» и меняете либо текст, либо меняете адрес сайта. Здесь все происходит довольно просто. Главное, как я уже говорила, чтобы пользователь понимал, что это ссылка. Поэтому по умолчанию в PowerPoint ссылки меняют цвет на синий и подчеркиваются. Не всегда это нам удобно, поэтому иногда приходится вручную ссылки перекрашивать в основной цвет презентации. Например, в этом примере смотрелось бы немного лучше, если бы цвет ссылки и цвет вот этого прямоугольника между собой совпадали, перекликались бы между собой. Но подчеркивание для нас уже привычно означает, что этот элемент интерактивный. И поэтому, если у нас перед нами презентация с ссылками, я не рекомендую использовать подчеркивание в качестве акцента, в качестве выделения какого-то фрагмента текста. Оставьте подчеркивание, подчеркнутую строчку только для гиперссылок, только для внешних или внутренних переходов. Так, мне пишут в чат, что у кого-то зависает. Я надеюсь, что не у всех такая проблема. У всех хорошо. Замечательно. Тогда продолжим. Иногда в нашей презентации довольно много внешних ссылок. Например, мы разговариваем про какие-то интересные проекты, про какие-то интересные книги, про интересные работы. И в самой презентации на каждую из них размещать ссылку немного неудобно. В этом случае хорошим вариантом будет сделать в конце презентации отдельный слайд, где будут собраны все ссылки на все проекты, показанные внутри презентации. Например, этот слайд из конференции про дату журналистику, когда мы разговаривали о том, какие проекты получают награды, какие проекты высоко ценятся в мире журналистики. И, чтобы не отвлекать аудиторию, все ссылки собраны в конце. И очень удобно пройтись по ним за один раз и посмотреть все проекты, так сказать, вживую. Поскольку здесь вы видите перед собой ссылки именно зашитые, вшитые в текст, сам адрес сайта куда ведет может быть довольно длинным. Но такое вот название на русском или на английском языке, во-первых, однозначно говорит о чем проект. Можно подписать свои комментарии, например, самым лучшим проектом, я считаю, вот этот вот. Или написать какое-то название, лучше объясняющее смысл ссылки. А теперь вопрос к вам, уважаемые коллеги. Почему на этом слайде не вшиты ссылки в текст? Почему автор слайда выбрал именно такой вариант? Отдельно ссылка на главную страницу сайта и дальше в скобках отдельно подписано название сайта. Так, я вижу, что мнения разделились. У кого-то подвисает звук и, видимо, картинка. У кого-то все хорошо. Так, небольшие ссылки. Текст в ссылке не соответствует названию сайта. Уже знакомые ссылки, потому что ссылок много. Как раз вот это тот из трех случаев, когда мы используем ссылку на главную страницу сайта. Она небольшая, в первую очередь, а во-вторых, акцент идет на сам сайт. То есть не так важно о том, чей это сайт, как то, как он выглядит. Поэтому ссылка идет именно на сам сайт. И уже для тех, кому важно, что это за сайт, он подписан в скобках. Здесь идет речь о том, как выглядят разные сайты, о том, как расположены блоки, какие цвета выбраны. Поэтому аудитории важнее посмотреть на сами сайты, чем на те организаторы, на те проекты, которые их представляют. Если мы зашиваем ссылку не в текст, а зашиваем ссылку в рисунок, что у нас меняется в этом случае? Нам тяжелее обозначить, что это именно ссылка. Если перед нами текст, мы можем его всегда подчеркнуть. И в некоторых сайтах я видела такие интересные варианты, когда рядом ставится значок «Комментария», то есть что-то вот такое вот. И при нажатии на него можно открыть дополнительную информацию. То есть ссылка обозначена уже не подчеркиванием, не текстом, а просто каким-то дополнительным значком. А вот если мы ссылку зашиваем в рисунок, нам нужно как-то дополнительно пояснить о том, что это ссылка. И самый привычный вариант – это, конечно, кнопка. Мы все знаем, что при нажатии на кнопку что-то произойдет. Поэтому зашивать ссылку в рисунок кнопки – это самый, наверное, простой и самый понятный вариант. Точно так же понятно, что если у нас есть логотип какой-то компании, то при нажатии на него мы, скорее всего, попадем на основной сайт этой компании. Тоже можно не объяснять. Если вам есть необходимость показать несколько сайтов, на которых, например, студенты могут найти информацию, вы можете просто расположить логотипы учебных заведений или логотипы самих сайтов, и автоматически пользователи поймут, что, нажимая на эти картинки, они перейдут на сайты. Либо можно тоже продумать какую-то иконку, которая будет пояснять о том, что вот эта ссылка или вот эта ссылка на презентацию, а эта ссылка на конспект. Давайте посмотрим примеры, как разные авторы презентации работают с ссылками в картинках. Тот вариант, который можно считать основным способом – это кнопки. То есть на слайде расположен текст, он рассказывает про какой-то интересный визуальный проект, и в конце текстового блока стоит ссылка с четким и понятным текстом «Перейти». Кстати, текст на кнопках тоже очень и очень важен. Он должен однозначно призывать к действию. Пользователь должен сразу понимать, что от него хотят. Если бы это была ссылка не на сайты, а на материалы, наверное, здесь должно было быть написано «Скачать» или «Скачай» или «Скачайте». Или нажмите сюда и выполните домашнее задание. Перейдите на онлайн-доску и выполните четвертую задачу. То есть в любом случае на кнопке должно быть написано то, что вы хотите от ваших пользователей, то действие, которое вы должны совершить. Вот слово «продолжение» оно как раз не активно, это не глагол «призывающий к действию». Посмотрите, даже социальные сети перешли к варианту «читать дальше». Это тоже действие. Если раньше под катом была какая-то информация, то было написано «далее» или «спойлер» или просто значок, свернутый на какую-то часть информации. Но сейчас все социальные сети и все сайты используют как раз от глагольной формы. Второй вариант. Здесь зашито две ссылки. Я думаю, вы легко их найдете на самом слайде, потому что они подписаны однозначно. Полная версия выступления. И два значка. По левому значку мы, скорее всего, получим что? Презентацию. Правый значок говорит о том, что это будет, скорее всего, папка «Видеофайлов». То есть мы тоже однозначно считываем вот эту вот иконку, которая говорит о том, что это папка, в которой лежит видео. Чем привычнее вы используете иконки, тем легче будет сориентироваться тем, кто работает с вашей презентацией. И это тоже довольно простой способ. Если весь материал, вся презентация или весь курс использует вот такую вот систему ссылок, что рядом со спикером или рядом с обогащением темы есть ссылки на презентацию, ссылки на видео, студентам будет довольно удобно находить информацию. Это варианты с ссылками, зашитыми в логотипы. Понятно, да, что по нажатию на каждую из этих картинок вы будете перекинуты на главный сайт этой организации. Тоже довольно просто, довольно удобно. Если вы зашиваете ссылку в картинку, как я уже говорила, человек не видит полный адрес сайта. И поэтому в большинстве случаев все-таки хорошо подписать, на какой именно сайт перейдет человек. Это вопрос даже безопасности, интернет-безопасности. Вы знаете, что довольно часто мошенники подменяют оригинальные сайты фишинговыми, которые похожи на оригиналы, но отличаются как раз вот несколькими значками в названии сайта. Например, вместо буквы L может стоять единица. И если ваш учебный материал, ваша презентация содержит ссылки на какие-то банковские сайты, на сайты оплаты, на какие-то крупные ресурсы, которые работают с персональной информацией, то будет правильно не только зашить ссылку в картинку, но и разместить активную ссылку ниже. Так, каковы технологии таких ссылок? Покажите, пожалуйста, наглядно, как сделать ссылку с 30-го слайда. Так, ссылка с 30-го слайда. Сейчас я покажу. Смотрите, когда мы зашиваем ссылку в текст, мы выделяем какое-то слово, потом вставка, ссылка, и у нас появляется окно. Если нам нужно зашить ссылку в картинку, мы выделяем не слово, а мы выделяем картинку. То есть щелкаем ее так, чтобы она была с кампкой. И затем точно так же идем в вставка, ссылка, и в этом окне добавляем адрес. Технология совершенно одинакова. Весь вопрос в том, чтобы вы выделили картинку или текст. А я вернусь к 31-му слайду, где мы смотрели пример того, как дублируем ссылки, располагая их не только в логотипе, но и подписывая ниже. В данном конкретном случае сайты не собирают персональную информацию, поэтому, например, дублировать ссылки нет смысла. Но если у вас все-таки более серьезные сайты банковские, как я уже говорила, или сайты, работающие с персональными данными, лучше ссылку копировать. Пусть пользователи привыкают к тому, как выглядит правильное название сайта. В таком случае им будет легче спохватиться, если они случайно попадут на пишинговый сайт, и они тогда, скорее всего, заметят отличие между оригинальным адресом сайта и поддельным. Отдельный случай, если ссылка идет на адрес почты. В этом случае хорошим тоном считается то, чтобы ссылка была сразу кликабельной. То есть можно было сразу щелкнуть на нее и написать письмо автору презентации. В этом случае вы начинаете ссылку с слов mailto, двоеточие, и сразу же без пробела пишете адрес почты. С одной стороны, это хороший тон, сразу работающая ссылка. С другой стороны, у разных людей по-разному настроены почтовые программы. Например, если я нажму на такую ссылку у меня на компьютере, то у меня откроется, например, почтовая программа в ВВЭП. Но я для личной корреспонденции использую веб-сервис Gmail, и мне, например, такая ссылка будет неудобна. Тогда я просто скопирую ее и вставлю в адрес письма. Для тех же, кто работает с установленными на компьютере почтовыми программами, это очень удобно. По одному клику сразу откроется и программа, и интерфейс нового письма. Вот так это будет выглядеть в реальной презентации. Если навести курсор на адрес почты, то, как видите, в адресе сразу зашиты mailto и двоеточие. При клике сразу откроется почтовая программа. Кстати, вот такие вот подписи. Это очень хороший способ обозначить, что этот материал содержит ссылку, и подписать, куда именно эта ссылка ведет. Когда мы просто вставляем ссылку на какой-то сайт, при наведении мышкой, Powerpoint автоматически покажет нам вот такую вот всплывающую подсказку с полным адресом. Как я уже говорила, полный адрес не всегда удобен, поэтому в интерфейсе добавления ссылки мы можем нажать вот на эту правую верхнюю кнопку подсказка и в окошке ввести название подсказки. Например, вот так, как я сделала, нажмите сюда. И тогда при наведении мышкой на элемент будет всплывать вот такая вот подсказка. Тоже используя глаголы или подписывая полное название сайта. Например, сайт высшей школы экономики. И человек найдет мышку и сразу поймет, где он окажется. Не игнорируйте, пожалуйста, подсказки. Это хороший способ помочь вашей аудитории. Ну, а теперь, если пока вопросов по внешним ссылкам нет, давайте поговорим про внутренние ссылки. Внутренние ссылки – это то, что ведет нас из одной части презентации в другую часть презентации. Это внутренняя перелинковка. Так же, как ссылки внутреннего основного сайта ведут на новость, другую новость, но на этом же сайте, точно так же и внутренние ссылки презентации ведут на другой слайд. Обратите внимание, что PowerPoint ссылается именно на слайд, а не на какой-то элемент презентации. И при переходе на слайд вы всегда его застаете в том состоянии, в котором его оставили. Этим как раз мы часто пользуемся при создании интерактивной презентации. Я покажу это немножко позже. Первый способ, первый функционал внутренних ссылок – это навигация. О ней мы немного говорили на прошлом вебинаре в понедельник. Навигация нужна для того, чтобы пользователю было легче, проще ориентироваться в презентации. Даже если она относительно небольшая, там условно больше 30 слайдов, все-таки ему нужно понимать, где он находится. Навигация всегда следует в структуре презентации. Если презентация разделена на разделы, значит каждый из разделов должен быть представлен в навигации. Можно создавать навигацию тремя основными способами. Это такие самые простые, самые основные. Вы, конечно, можете подобрать, собственно, индивидуальный вариант. Первый способ – это принцип хлебных крошек. Мы показываем вложенную структуру, например, название презентации, название раздела. Или название курса, название презентации, название раздела. Хлебные крошки – это то, что мы обычно видим на сайте. Рядом с названием какого-то материала, какой-то новости у нас подсказан, например, ЛИА новости, политика, новости от 16 апреля. Второй способ – это принцип выделения текущего раздела. Это выглядит примерно таким образом. Если вы используете нумерацию слайдов, вы можете справа, а справа – это неактивная зона, на нее смотрят в последнюю очередь, и в ней лучше не размещать какой-то значимый материал. Вы можете справа выписать все номера страниц, с которых начинается новый раздел, и подсветить номер той страницы, которая относится к текущему разделу. Например, сейчас мы находимся на шестой странице, но она относится к разделу, который начинается с пятой страницы. Мы просто подсвечиваем. Такие цифры тоже могут задержать в себе в шестой ссылке, чтобы было проще переходить на нужный сайт, но самое главное здесь в том, что человек визуально понимает, где он находится. Как вы знаете, у многих студентов не хватает терпения поработать с объемным материалом, и вот такой вот способ показать, сколько он уже отработал, сколько ему осталось слайдов пролистать вперед, он мотивирует. Это такой своеобразный челлендж, своеобразная генификация, посмотреть все. И третий вариант создания навигации, это не интерактивный, это создание навигации через прогресс бар. Сейчас перед вами полоска. Я копирую ее и вставляю на каждый слайд, и делаю синий прямоугольник шире, в зависимости от того, чем ближе к концу презентации мы находимся. Не обязательно изменять ширину прямоугольника на каждом слайде, достаточно на разделе. Если у меня 5 разделов, я просто сделаю 5 разных настроек для синего прямоугольника. Если теперь мы добавим метки, например, обозначим какие-то разделы, и добавим сюда кнопки перехода на раздел, мы получим не только прогресс бар, но и готовую работающую навигацию. Она занимает очень мало места, это как раз тот вариант, когда минимальными усилиями мы решаем несколько довольно сложных навигационных задач. Достаточно на самом синий прямоугольник поместить несколько иконок, по щелчку на которых человек будет переходить. Размер при этом навигации минимальный. Значки могут быть мелкие, полоска узкая, и этого уже будет достаточно нашим пользователям для того, чтобы сориентироваться. И еще один вариант навигации с помощью иконок. Здесь используются иконки, никаких текстовых подписей нет, поэтому в начале презентации для самостоятельной работы автор объясняет, как пользоваться навигацией. Например, ссылки на сайты зашиты вот таким вот образом. В зависимости от языка материала русский или английский, зеленые кнопки. И вот таким вот образом зашиты разделы. Поскольку нельзя однозначно считать вот эти вот иконки, поэтому автору приходится делать отдельный слайд, где объяснять, какая иконка куда именно будет вести. Ну, а теперь игровые механики. Те же самые внутренние ссылки, но мы их используем для того, чтобы добавить в нашей презентации какой-то интерактив. Например, между разделами решить простой тест на проверку знаний, на проверку внимательности студента. Игровые механики – это, конечно, полная свобода творчества. Вы можете придумать любой вариант, который вам захочется реализовать. Но очень важно при этом не забывать в настройках отключать перелистывание слайдов по щелчку. Если для вас важно, чтобы человек ответил на тест, пройти на следующий слайд, он сможет только выбрав какой-то вариант ответа, а не просто кликнув на пустое поле слайда. Скажите, пожалуйста, есть вебинар, как создавать презентации. Вообще на канале Директ Академии выложены все видеозаписи про презентации, вообще видеозаписи всех вебинаров. Вы сможете найти там, если я упоминаю какой-то вебинар, он 100% есть на канале Директ Академии, вы сможете найти и его посмотреть. Для всех ссылок в таких игровых презентациях нам тоже нужно соблюдать единообразное оформление, чтобы пользователь, чтобы игрок сразу понимал, какой результат получит, кликнув на какой элемент. И обратите внимание, что мы должны, то есть тут даже не стоит вопроса использовать анимацию или не использовать анимацию, мы должны использовать анимацию, потому что это индикатор срабатывания какой-то кнопки. Если мы нажимаем на кнопку, и после этого на экране появляется новый элемент, он появляется не просто так, а анимированный. То есть мы делаем ему плавное появление. Это как раз способ показать того, то, что нажатие на кнопку сработало. Вспомните веб-сайте. Когда вы нажимаете на любую кнопку, она меняет цвет, она подсвечивается, она обводится и так далее. То есть вот эти вот индикаторы срабатывания должны присутствовать однозначно, чтобы у человека не было ощущения, что какое-то действие происходит произвольно. Всегда должен быть четкий связь между нажатием на элемент и результатом этого нажатия. Как я упоминала раньше, при переходе на предыдущий, на нумерованный слайд, то есть при переходе на внутреннюю ссылку, мы застаем слайд в том виде, в котором его оставили. Если вот здесь вот на первом слайде викторины уже есть сработавшие триггеры, которые покрасили некоторые ячейки, текст в некоторых ячейках покрасили в серый цвет, то при возврате на этот слайд триггеры не будут сброшены. Вся анимация, которая уже сработала, все триггеры, которые уже сработали, они будут показаны. Исключение – это анимация, которая привязана к отображению слайда. Если в настройках анимации вы выбираете вариант «Начать вместе с предыдущим», то есть с началом слайда, или через какое-то время после предыдущего, тогда эта анимация будет включаться каждый раз, когда вы возвращаетесь на слайд. Если же анимация привязана к триггеру, к нажатию на какой-то элемент, то все уже сработавшие триггеры останутся в таком же положении при переходе на внутреннюю ссылку. И вот здесь, в этом примере, это самое простое, самое обычное поле чудес, это самый простой способ продемонстрировать то, что элементы должны выглядеть одинаково. То есть все закрывашки для итогового слова выглядят одинаково. Все буквы выглядят одинаково. Это простой вариант, когда нам кажется логичным, что все элементы должны выглядеть единообразно. Но если мы возьмем какую-то более сложную викторину, то здесь тоже нужно помнить, что даже если она состоит из нескольких частей, если она разбросана по нескольким слайдам внутри этой презентации, вот все элементы должны выглядеть единообразно. Если для того, чтобы ответить на вопрос вот этой викторины, человек должен нажать на букву, А, Б, С, это должно быть однозначно показано. В этом случае, если вам нужно показать, что какой-то элемент кликабельный, а какой-то элемент не кликабельный, используйте заготовки кнопок. В настройках фигуры, в настройках фигуры PowerPoint выбирайте объемные варианты, которые имитируют кнопки с тенями, с переливами и так далее. Это тот случай, когда использование объемных элементов не просто желательно, но и всеми силами я рекомендую. Чем больше похоже на реальную физическую кнопку, тем проще человеку будет понять, что нажимать нужно именно сюда. И в заключении своей темы я хотела бы сказать, что вот так вот довольно плотно работая с вебинарами, довольно много презентаций создавая за краткое время, я обратила внимание, что мы уделяем основное внимание теме того, как сделать презентацию удобнее для тех, кто будет ей пользоваться. Но мы с вами не говорим о том, как сделать презентацию проще и удобнее для себя. Вот такая вот нагрузка, когда вы делаете большое количество учебных презентаций, когда вы постоянно держите в голове какие-то правила оформления, правила интерактива, идет действительно очень большая нагрузка на нас с вами. И поэтому, пожалуйста, если какие-то вот такие вот правила, какие-то способы создания презентации кажутся вам некомфортными, если вам тяжело работать с чем-то, про что я говорю, не мучайте себя, пожалуйста. Наш с вами психологический комфорт тоже очень и очень важен. Я уже отвечала на это вот на прошлой неделе, когда меня спросили, почему я говорю про картинки, а сама использую в своих презентациях какое-то вот такое вот мусорное оформление, я объяснила, что для меня это как раз способ психологической разгрузки. Глядя на что-то вот такое симпатичное, мне легче работать с презентациями, и 25-й по счету презентации по неделю не вызывает у меня уже психологического отвращения. Спасибо вам большое. Вы можете скачать презентацию, как обычно, или обратиться ко мне по почте, если у вас что-то не откроется, не заработает, или у вас возникли какие-то интересные мысли, которые вы захотите со мной обсудить. Продолжение следует...